Красота спасет мир, кинематографически и точно. И пока все восхищаются голливудскими красавицами, на российской земле подрастает новое поколение, готовое дать отпор. Взять хотя бы начинающую актрису Василину Юсковец, пухлые губы, ослепительная улыбка, гармоничная фигура, чем недостойный ответ за рубежью. Биография юных лет девушки насыщена, родители прилагали максимум усилий, чтобы развить в дочери ее способности, поэтому она с успехом посещала бальные танцы и училась петь. Затем в жизни открылась спортивная страница, плавание, теннис и тэквондо. На этом список ее талантов не окончен. Обожая читать, Василина также пробовала себя и в поэзии. Однажды она призналась, что в детстве в семейной библиотеке имелась пара книг, находящихся под запретом, но это не смогло остановить любопытного читателя. Обучаясь в старших классах, Юсковец начала сотрудничество с актерским агентством «Жар птица», вылившаяся в участие в первой киноработе в возрасте 14 лет. У молодой артистки также есть младшая сестра Люба, которую она ласково называет ангелом и с радостью мастерит прически на важные мероприятия. Впервые Василина появилась на экране в роли школьной красавицы в многосерийном фильме «Семья Светофоровых». Уже через год фильмография обогатилась еще на одну кемедийную ленту Иванова-Ивановы. Конечно, постепенно растущую армию фанатов Василины помимо будущих ролей интересует животрепещущий вопрос о личной жизни, но она не торопится его комментировать. Зато за нее это успешно делают всевозможные СМИ. Актрисе постоянно приписывают различные романы с коллегами по цеху, однако подтверждений этому практически нет. Достоверно известно лишь только об отношениях с талантливым российским актером Семеном Трескуновым, с которым Юсковец познакомилась на съемочной площадке сериала «Иванова-Ивановы». Молодые люди сначала не афишировали свои отношения, но потом начали посвящать друг другу романтичные посты в социальных сетях и выкладывать совместные фото. Несмотря на то, что фанаты часто поговаривали о том, что дело идет к свадьбе, этого не произошло. Василина и Семен расстались в 2020 году и без скандала при этом не обошлось. Семену расставание с любимой далось очень непросто. Он сменил имидж и решил попробовать себя в качестве рэп-исполнителя под псевдонимом Инжир. После расставания с Семеном актриса не делилась с фанатами о новом возлюбленном. Встретила ли она новую любовь или решила сделать паузу между отношениями, пока неизвестно. Василина однажды в интервью призналась, что является страстной болельщицей футбольного клуба ЦСКА, считает, что в любви недопустимы измены и обман. А самая важная часть дня – это утро. Разбирается в косметологии, но не готова раздавать советы и откровенно заявляет, что обожает свою работу. В 2021 году Вася снимается в сериале И.П. Пирогова и в мистическом триллере «Сны Алисы», а также, скорее всего, в продолжении сериала Иванова Ивановы. Интересные факты. Любимым сериалом артистки является американская история ужасов Райана Мёрфи, также она любит смотреть кулинарные шоу. В списке хобби юной актрисы имеется и чтение. Любимый автор – Джек Керуак. Василина утверждает, что не использовала пластику губ, просто имеет хорошие гены. Чтобы поддерживать фигуру с практически идеальными параметрами 90, 60, 91, юсковец не использует диеты, но занимается спортивными танцами. В 2019 году Василина вместе с Алексеем Лукиным и Анфисой Вистингаузенё, известной по сериалу «Закрытая школа», снялись в клипе новосибирской постпанк-группы «Буэрак» на песню «На старых сидениях кинотеатра». Режиссёром-постановщиком и автором сценария стал Семён Трескунов. Заработок актрисы складывается из съёмок и продажи рекламы. За один съёмочный день она получает не больше 100 тысяч рублей. В целом для её лет она зарабатывает очень хорошо по российским меркам, но по меркам популярных актёров ниже среднего. Я понимаю, что озвучка ролика оставляет желать лучшего, но других возможностей пока нет, я делаю всё, что могу. Хорошая озвучка может появиться только при хорошей поддержке. А лучшая поддержка это лайк под этим видео, подписка на канал, а также просмотр любых других видео на канале. Те, кто хочет поддержать особо эффективно, а также попасть в следующий ролик, отправьте любую сумму, которую не жалко, хоть 1 рубль на карту Сбёра, указанную в описании, с сообщением которое хотите послать. Спасибо за просмотр и всего хорошего.